Младший научный сотрудник, так в шутку сотрудники ботанического сада называют кота Кешу, внимательно следит за работой ученых и практикантов. Традиционно, с наступлением зимы, ботанический сад закрывает для посетителей свои двери. Ведь это не парк развлечений, а научная площадка. И зимой у ученых работы становится больше. Работы зимой очень много, даже, наверное, больше, чем летом. Мы привыкли к работе такой, к физической, и как-то это все может быть проще, с одной стороны физически тяжелее, но с другой стороны проще. А сейчас нужно напрягаться, писать, отчитываться. На зиму у нас выпадает как раз вот обработка данных, потому что летом мало кто этим занимается, потому что некогда. Кандидат биологических наук Александр Помогайбин оценивает качество грецких орехов, которые растут в ботаническом саду университета. Взвешивает ядра, замеряет толщину скорлупы. Еще один важный параметр – вкусовые качества. С помощью дегустирования только так. Не поешь, не узнаешь. Поэтому только этим путем. Коллектив оценивает хорошо. Говорят, что вкуснее, чем на рынке. Продолжают работу и сотрудники оранжереи. Здесь растут тропические и субтропические растения. Например, такие, как бананы, шоколадное дерево, пальма и многие другие. Зимой субтропические растения находятся в состоянии покоя, поэтому у них начинается листопад. После того, как ботанический сад закрывает для посетителей свои двери и сокращает количество экскурсий, ведется обработка помещений от вредителей. Растения, как вы видите, у нас тропические, субтропические. В основном это вечно зеленые растения. То есть они постоянно требуют ухода. И в зимние месяцы даже больше ухода, чем в летние. Потому что зимой температура низкая. Поливать их надо исключительно выборочно. Сохнут они совершенно по-другому. И в зимнее время полив переходит на ручной режим. То есть если летом мы поливаем шлангом практически все, то зимой потихонечку, леечкой, аккуратненько, стараясь не залить, не навредить растениям. А в некоторые дни даже не поливаем, а только рыхлим. Недавно в Самарском университете имени Королева начали формировать банк семян. Летом ученые собрали в местах естественного обитания растения, занесенные в Красную книгу Самарской области и Международную Красную книгу. В течение зимы их будут обрабатывать. На сегодняшний день в банке семян находятся уже порядка 80 образцов. В зимнее время, соответственно, мы эти семена обрабатываем, считаем их параметры, проводим рентгенографию семян. И в дальнейшем, в пределе лаборатории инновационных методов изучения, мы формируем банк семян в соответствии с постановлением правительства Самарской области о стратегии биологического разнообразия, сохранении биологического разнообразия. Зима в Ботаническом саду – это время подготовки отчетов и научных статей. Свои двери для горожан и гостей Самары сад откроют, как позволит погода. Как правило, это происходит перед майскими праздниками. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.